Самый интересный момент, что когда готовится салат именно индигирка, ну или в принципе сагуда, эстраганина, что-нибудь такое, нужно постараться так снять кожу, чтобы оставить вот эту красную полосу. Если в лососевых она горчит, то здесь она не горчит и именно является каким-то дополнением, более пикантный вкус. Я хочу подчеркнуть именно вкус рыбы и добавлю немножко пикантности в это блюдо. И буду использовать именно подкопченое филе якутского омуля. Вот смотрите, в таких вот вакуумных уже пакетиках приходит, упаковочек на подложке. Я возьму совсем немножко, но мне не нужен баланс именно перехлестов. Я хочу сделать просто подчеркнуть вкус блюда. Филе. Муксуна и омуля я сейчас немножко подсолю. И все это буду замораживать, а потом нарезать. Пока займемся луком. Лук нужен красный, сладкий лук. Вот смотрите, одной головочки в принципе будет вообще достаточно. Нарезаем мелким кубиком. Теперь мне его нужно немножко дестабилизировать, чтобы он не был таким жгучим, едким. Также я добавляю немножко соли на лук. И лимонный фреш. Мне его нужно подмариновать. Отдать сок, чтобы он не шустел, а как он не был промариноват. Вот вкус пошел, вообще лук он начал раскрываться. И он уже не жгет, кстати, его прямо. Сейчас на сливочном масле нам нужно обжарить наш картофельную луазеф. Вот такие вот кружочки картофель. Я их заранее выливал на зеркаль вместе с тимьяном. Итак, возьму стебель с ягерей, ребят. Нарежу его так же кубиком. Добавлю лук, затем рыбу, картофель и синий. Она уже подмариновалась, прям идеально. Но она не должна быть сильно заморожена. Все это перемешиваем. Так-то хорошенечко. Вообще салат хорош, как закуска и как салат. Его можно даже подавать. Мариновать, а потом подавать, когда сядут в гости, уже доставать его из хвастелика. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...